Здесь всё очищали от ила и грязи. Предмет бурных споров, погребённый под мегаполисом. Сложно управлять таким городом. Вход воспрещён. Город Читануга знаменит своей железной дорогой. Благодаря развитой транспортной сети сотни лет он считался главными вратами на юг Америки. Этот причудливый город, прославленный поездами, пережил бурное прошлое. После окончания Гражданской войны Читануга, как и большинство южных городов, восстанавливался с трудом. Нелёгкие времена преобразований усложнил ряд масштабных наводнений, нахлынувших на долину Теннесси. Наводнения здесь происходили всегда. Но в 1867 году худший потоп в истории Читануги поставил город на колени. Вода поднялась так высоко, что пароход мог проплыть прямо по центральным улицам. Но на берегах реки Теннесси наводнение – рядовое событие. Взгляните. Недавно здесь лили дожди. Пешеходный мостик скрыт водой. Это приподнятый берег реки. Обычное явление в Читануге. Я направляюсь в центр города, чтобы узнать, как 140 лет назад местные жители нашли необычный способ спасти свой город, буквально подняв улицы над долиной разлива. Я встречусь с археологом Ником Хоунер Кампом, главным экспертом по истории Читануги. Значит, весь город располагался на другом уровне? Да. Мы где-то в двух-трех метрах над изначальным уровнем города. Интересно. Ник утверждает, что следы мистического подъема Читануги скрыты по всему городу. Нужно лишь знать, где искать. Вот, смотрите. Так. Похоже на окно в подвал. Да, только незачем делать окно с видом на дорожную пыль. Точно. А все остальные, здесь и здесь, это окна первого этажа? Да, окна и двери. Именно этот район приподняли. Супер. Здесь повсюду такие окна? Да. Ясно. Когда видишь это воочию, сложно придумать другое объяснение. Но есть в городе и скептики. Мнения горожан разделились, так? Да. Некоторые считают, что эти арки – желоба для угля. Но зачем их тут целых шесть? Слишком много. Сомнительно. Просто дома построили, а уже потом местные нашли решение проблемы наводнения и взяли дело в свои руки. Да, весь город действовал сообща, чтобы справиться с затоплением. В конце 19 века еще чувствовалась послевоенная напряженность между штатом и правительством США. Согласно Нику и прочим экспертам, не желая просить помощи у властей, горожане объединились и насыпали в центре города грунт, чтобы приподнять улицы. Кое-где они взлетели на целых шесть метров. Странно, но это нигде не зафиксировано. Казалось бы, должны остаться записи о том, как был поднят целый город. Но остается только строить догадки, почему дома выглядят именно так. Сохранилось несколько островков старой Четаноги. Ник ведет меня к самому большому. Он скрыт внутри современного спортзала и недоступен для посетителей. Здесь целый лабиринт опасностей. Нужно подтолкнуть. Входите. Вот это да. Впечатляющее место. Пока мы еще тут, скажите, что это вообще такое? Мы в чреве у зверя. Находимся прямо под улицей. Здесь некогда располагалась база техобслуживания для оживленной транспортной системы города, которая застала иконные повозки и современные автобусы. Сто лет назад она кишела ремонтными мастерами на троллейных тележках. Взгляните на эти огромные столбы. Попробуем догадаться, где именно сейчас находимся. Эти надписи, видимо, указывают, где чья платформа. Да. 933R, непонятно, C10. Что бы это ни значило. Точно, этому месту ни конца, ни края нет. Территория большая, целый квартал. В здании было пять платформ и достаточно места, чтобы обслужить десятки троллейбусов, ходивших по путям общей длиной 177 километров. Это удивительный символ города, восставшего из пепла гражданской войны, но изможденного колоссальными наводнениями. Здесь невероятно сыро. Мы почти на уровне грунтовых вод. Ник, здесь очень грязно. Да, влажно после позавчерашнего дождя. Вот настоящая история Четануги. Постоянный ил под ногами. Можно копнуть поглубже, а там грязи полметра в глубину. Сложно управлять таким городом. На уровне изначальной Четануги можно прочувствовать масштаб наводнений. Здесь все очищали от ила и грязи? Да. Местным пришлось буквально поднимать свой город, чтобы обеспечить его развитие. Сомневаться не приходится, а сберечь Четанугу было ужасно сложно. В отсутствии письменных свидетельств, многие считают гражданский подвиг жителей Четануги не более чем городской легендой. В качестве доказательства достаточно того, что и через сто лет город стоит крепче прежнего.